860 тысяч тонн стали выплывили работники электростали плавильного цеха Северского трубного завода за 12 месяцев 2012 года, что на 30 тысяч больше плана, поставленного перед производственниками. Как посчитали сами металлурги, в среднем они каждый месяц перевыполняли план по производству на 2,5 тысячи тонн. Задачи были поставлены изначально, то есть в начале года еще в комплексе работа была поставлена. Совместно с НИЦ, совместно с технологами, совместно с ДСП, то есть разливка нашего участка в непечной обработке. То есть мы добились результатов и в преддверии Нового года добились все-таки производственной программы и перевыполнили ее. Ну, раз уж так получилось, в нашу смену, как раз перед Новым годом, была произведена трехмиллионная плавка. Но на достигнутом стали плавильщики не собираются останавливаться, рассказывает Антон Юровских. На 2013 год для СПЦ поставлена не менее серьезная задача – выплавить 850 тысяч тонн стали, отправить потребителям 470 тонн трубной заготовки. Минутки радости, они само собой есть, то есть есть какая-то гордость, так скажем. Ну, останавливаться на достигнутом мы все равно не останавливались, продолжали дальше. То есть даже если есть запас, он пускай будет, в кармане лежит. Отметив завершение года производственной победы, профоргруппы, цеха решила провести конкурс на лучшее новогоднее оформление административно-бытовых помещений. Когда мы походили по кабинетам, как бы людям говорили, давайте вот будет конкурс, типа украшайте кабинеты, и подведение итогов будет 29-го числа. Дед Мороз и Снегурочка придут посмотреть. И все, и как бы все вроде не очень-то как-то были такие довольны. Но мы не ожидали, что так все будет. Конкурс проводится в цехе не первый год, но в этот раз, рассказывают организаторы, участников стало больше. Да и само оформление получилось масштабнее и красочнее. Вот так легким движением операторов ЭВМ, СПЦ таблица с показателями выпускаемой продукции превратилась в экран телевизора. Это направлено на то, что когда человек приходит с производства, с цеха, когда он приходит в бытовые помещения, чтобы человек видел, что сегодня праздник, что душа у него отдыхала, чтобы он пришел не с грустными мыслями, а он пришел, чтобы видел, что сегодня праздник у нас. Если вы сейчас пройдете по нашему АБК, вы увидите, что АБК очень красиво украшено, везде мишура, люди приходят с радостным взглядом, уже начинают оттаивать. А это склад. На время новогодних праздников он превратился в ледяной домик, где хозяйничает Любовь в скрунте. На украшение кабинета, рассказывает Любовь Арсеньевна, ушло две недели кропотливой работы. Идеи рождались каждый день. На воплощение же требовались вечера. Это просто получилось так вот, неожиданно. Просто девочки зашли уже перед самым новогоднем, за две недели. Ну давайте, я еще думаю, чем такой кабинет показывать, ремонт не делали. Ну и согласилась. Так. Ну так, как бы понарошку. Олег Мельников, председатель правкома СПЦ и участник оценочной комиссии признается, первое, что подкупило жюри, это то, что все украшения – это авторский труд. Все сделано руками самой Любови Скрунть. Вот эти веточки, смотришь там на деревьях, какая-то пушистая, какая-то красившая. Сломала, принесла сюда. Потом вот из таких салфеточек, вот так вот делала, вот здесь отрезала, вот здесь вот, чтобы просто полосочка такая была. Вот так вот сворачиваешь и вот так вот нарезаешь. Вот так вот. Нарезали, думаю, уже была заготовка показать, у меня остались. Ну я так, но она помельче. Когда помельче, она симпатичнее. И все. Я не разъединила. И потом берешь, накручиваешь на веточки. Кончик вот так и пошел, круговой вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. На ручке-то удобно, на стежке удобно. И все. И вот так полностью всю веточку. Затем на этих снежных веточках появились и снегири, распечатанные на фотопринтере. Елки и гирлянды Любовь Арсентьевна принесла из дома. Вот так по крупицам и создавалась новогодняя сказка, полюбоваться на которую приходят не только из соседних кабинетов, но и из производства. Конкурсы, само собой, требуются. То есть это, опять же, какая-то разминочка для технологического того же персонала, также для персонала подрядчиков тех же самых. То есть это все равно сближение того же самого начальства с подчиненными. То есть это как бы, я считаю, что это плюсы и они должны быть. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова